привет мои хорошие как у вас дела только вышла с работы но я еще с 10 утра не могу отойти от шока сейчас потихоньку потихоньку отошла еле пошла сделала вот эту работу я вот не понимаю это подстава это совпадение или не понимаю честно я вам сейчас расскажу сейчас жду пока мне позвонят с полиции сказали что могут и позвонить в 9 вечера что я должна встать и пойти открыть дверь значит две моих хозяек которые оставили мне ключи они уехали пятницу в майорку и особенно эти мои самые любимые которые все время находят не работают даже эту работу концерты нашли они дам и основную всю работу они мою находит я должна была вот завтра убирать это мои халтуры убирать у сына а четверг или пятницу у нее а сегодня так получилось что через соседа я узнаю что обчистили квартиру обчистили квартиру но только не пойму почему и кто узнал что их дома нету обчистили квартиру и ее и сына как было сейчас я вам расскажу значит сосед напротив ее говорит алина когда он спускался на работу говорит алина я позвонил в общем синьоре и сказал что у нее свет горит она сказал что видимо алина пришла и забыла выключить свет говорит так что если что поднимайся выключай свет у нее там я говорю то я не поднималась я еще у нее не было я собираюсь идти он говорит ну а я с ней говорила она говорит что света не было она не оставляла никого света я говорю ну может просто она забыла а он не говорит ну дело в том что воскресенье не было никакого света я говорю как это воскресенье было света а вчера ночью уже был свет горит да говорит сын тоже уехал говорю да они в основном вот на пасху уезжают все я говорю так не пугай он говорит хочешь я тебя а компания ну а компания говорит я тебе но сопровождаю и поднимемся посмотрим я говорю да пожалуйста потому что говорю уже испугалась может там кто-то есть или если не дай бог зашли в эту квартиру чтобы был свидетель что там что-то сделали ну заходим ее квартиру у меня рука болит значит сейчас подержу так значит это в зале все нормально идем вперед где ее спальная торчит там все тумбочки открытые все эти коробочки открытые все на полу все шкафы открытые короче все двери закрытые думал откуда же зашли неужели они зашли патио де люсес да вот это через из испании есть патио де люсес и у нее открыто было окно на третьем этаже где у нее стиральная машинка то есть через стиральную вот это балкон зашли стиральную машинку зашли ту комнату где у нее вещи дорогие не не знаю взяли не взяли все открытом все все шкафы открытые кошельки открыты короче там сколько шутку было и она мне говорит алина ну посмотри черный ящик тронули я смотрю они даже до видимо не знали где черный ящик я говорю то вроде не открыто черный ящик и в это время говорю ну этому мужчине говорю блин я говорю а у сына ключи тоже у меня раз здесь открыли говорю если вам не тяжело поднимемся посмотрим может у сына тоже что-то говорю хотя не верю а сын живет вообще на последном этаже говорит ну давай поднимаемся я открываю дверь везде свет горит так как они спускают персия надо жалюзы я была в шоке заходим все компьютера стоят телевизор большой стоит все стоит заходим в спальню то же самое искали чё-то шкафу все эти ящики открыли видимо бижутерия и мне понадобилось бижутерию не брали они искали деньги золото конечно я этому мужчину говорю не трожь ни двери не трожь ничего давай вызываем полицию в общем вызвали полицию пришли посмотрели я себя плохо чувствую потому что ключи то у меня я-то знала что их нету дома я так себя плохо чувствую ну короче моя вот эта синьора приедет четверг она в майорке она должна была приехать 10 числа приедет четверг а сын не приедет он говорит я денег не оставлял говорит и золото не оставлял так что мне все равно телевизор на месте говорит компьютера на месте говорит остальное год мне все равно но дело в том что мне полиция говорит что они зашли через патио де люсес я начали смотреть через лестницы да вот это что внутри лестницы у меня где я работаю это там где я работаю моем портере эти две квартиры где я и халтурю 3 окошко открыты эти окошко открываются ключом специальным хотя мне полиция говорит что их можно даже отверткой открывать да ища жду пока мне позвонят и что приехали специалисты и чтобы снимали отпечатки пальцев да и дело в том что сыну зашли не знаю как но получается через кухонные вот это окно зашли представляете на атику лучше помню или она кто там зашел лучше бы упал бы честно чтобы следующий раз бы не зашел и там были отпечатки вот этих лап своих да я и говорю говорю я не буду заходить твою квартиру пока они придут отпечатки и не снимут и пока то не приедешь она мне говорит алина там ничего такого нету заходите по делай свое дело гормит я не зайду я не зайду ну а теперь я иду домой позвонит позвонит не позвонит может завтра позвонит ну конечно я себя плохо чувствую решила короче всем отдать на ключи кто мне короче вот эти ключи отдал всех квартир отдать и не хочу вот именно такое респонсавли вы не представляете я не так плохо стало в общем вот такие дела мои хорошие жду в комментариях вас пожалейте меня в этот раз